Мы уже не раз говорили о неравнодушных славянцев, которые весь жар своего сердца тратят для того, чтобы помочь нашим воинам, участникам СВО. Они находят время и средства, чтобы отправлять на передовую продукты, снаряжение, всё необходимое для сражающихся за родину. В нашем репортаже мы расскажем о человеке, который своими руками изготовил гусеничный мотобуксировщик. За плечами жителя хутора Прикубанского Павла Петухова большая жизнь, полная серьёзного труда. Он был предпринимателем, работал в образовательной сфере, возглавлял коллектив учреждения образования. И переехав с Дальнего Востока в Краснодарский край, в хутор Прикубанский Славянского района, он мог бы просто отдыхать, находясь на заслуженном отдыхе. Но беспокойное сердце не даёт ему покоя. Он решил сделать мотобуксировщик, который найдёт своё применение в полевых условиях, прежде всего для перевозки раненых бойцов и транспортировки различных грузов. Этот механизм, который стягачей является, он не только раненых может вытаскивать, он может подвозить оружие, блиндажи строить, подтаскивать брёвна и всё остальное. Перевозить бойцов. Он может ездить по тропинкам, у него всего ширина 60 сантиметров. Ну и нагрузка на него, он может тянуть до полутонны. Ну и скорость максимальная тоже может выдавить где-то около 30 километров. Очень важно, что к буксировщику прилагаются телега и сани-волокуши, которые приспособлены специально для того, чтобы перевозить раненых. Всё продумано и сделано с любовью, чтобы было удобно использовать это оборудование. Топливо он много не ест, отличается скромными габаритами. Высота буксировщика небольшая, чтобы при обстреле управляющий им сидел в санях, который тянет аппарат, и при этом находился как можно ниже. Изделие отличается надёжностью, простотой и возможностью ремонта в полевых условиях. Подвеска спроектирована для эксплуатации в условиях бездорожья. Мотобуксировщик будет передан на передовую, в зону проведения специальной военной операции. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».